Микс Ньюс 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 И почти что тот же Бобслей, прошлый сезон, великолепно, Оскарс, Тиберманис, да, и сколько-нибудь, 10 пьедесталов вместе и в двойках, и в четверках, и второе место, и Скелетон, Дукурс, и Тиберманис, и второе место в общем зачете и по двойкам, и по четверкам там, ну, я наверняка что-то не назвал, если я буду перечислять еще минут 10-15, Я все равно что-то, наверное, не назову Но в целом вам кажется, что год для Латвии позитивный в спорте, потому что есть и, конечно, не самый Где-то есть плюсы, есть минусы, возьмем хотя бы футбольную сборную Вот, да, футбольная сборная Найдите мне там один плюс, я как-то при всем большом желании и при своей большой любви к этому виду спорта, ну, не могу найти Ну, вот к этим поводу футбола, там хотелось бы остановиться, потому что он как-то странный С одной стороны, латвийская сборная, да, действительно, просто отвратительно провела квалификацию на Евро И всего одна победа уже для Австрии, в которой, ну, для Австрии, в которой, ну, для Австрии ничего не решал Абсолютно Она там не старалась, видимо, вот, и в Лиге наций две нулевых ничьи с Андоррой и так далее Но при этом клубный футбол, где футбольному клубу Рига не хватило буквально одного шага, чтобы попасть уже в групповой этап Лиги Европы Это для латвийского футбола хороший результат Вот, отличный результат, я считаю Да и все клубы, тот же РФШ, хотя они вылетели в первом туре, они очень достойно сыграли с самым знаменитым клубом из Словении, Олимпии Любляна Там им не хватило пару минут, чтобы, да меньше, там минуты не хватило, чтобы продержаться и пройти дальше И Вайнсплус высоко забрался И Вайнсплус, да, насчет клубов там Ну вот, а как так? Почему у нас с клубами хорошо? Ну, потому что у наших клубов хорошие легионеры И кто-то, я не помню кто, кто-то пошутил из бывших футболистов Если поставить клубную сборную, с легионерами, естественно, против вот этой сборной Латвии Ну, мало кто верит, что сборная выиграла бы Вернее, не выиграла бы Потому что, ну, может, там немножко другой стимул уже был бы там, больше Но, потому что хорошая комплектация состава И те игроки латвийские, которые играют, ну, они играют совсем на... в другой компании, скажем так, да И вот когда-то мы рассуждали, почему Руднев приезжает в сборную и не может забить Ну, потому что в сборную он касается мяча три раза за игру В лучшем случае пять раз, может быть А на позиции для того, чтобы забить, попадает, может быть, полтора раза за игру А играют в своих клубах, он в основном играет так, как нападающий должен играть Ну, неужто в Латвии подбор игроков хуже, чем в Кипре, например, или не знаю... Ну, в кипрских легионеров у нас нет Тут у нас легионеры довольно хорошие И Бразилия, и бывшая Югославия, и так же... Я просто сравнивал по сборному, я смотрю, да тот же Люксембург Так же выступил лучше нас в Болгарии Ну, Болгария выступила плохо, по большому счету, потому что Болгария, мы помним, как она играла, когда был Стоичков и Компания Ну, Стоичков, да, ну, так что это Болгария, Румыния, там они понемножку возвращаются Ну, Косово, понимаете, посмотрите, где и кто играет из состава Косово Так, в том-то и вопрос, а почему... То есть, мы тоже Латвию можем вспомнить и Верпаковскиса, и Горкшса, и Цауния, и так далее? Так вот, в том-то и дело, что мы можем вспомнить Из нынешнего состава на высоком уровне и постоянно в составе играют вратарь Штейнборс, Ош, ну, Дубра еще Все? Ну вот Все? И это не в топ-лиге Это не в топ-лиге А в чем дело? Куда пропали школы или... Ну, у нас в топ-лигах никогда и не играло 10 человек Не, ну, хорошо У нас играл Марий Сурпаковский сравнительно недолго Динамо-Киев, но это не топ-лига тоже, хоть он играл и в Лиге Чемпионов У нас в топ-лигах играли... Ну, Руднев в Германии Играл в Бундеслиге Руднев, немножко Степанов играл в Арсенале, в Премьер-лиге Ну, конечно, Пахарь Пахарь тут 4-5 голубей выше всех Он играл за Салхамтон, так как никто не играл на таком уровне Ну, может быть, не топ-лига, но в Сауне все-таки в составе ЦСКА Ну, да, и Юра Лайзанс выигрывал кубок ОФА в составе ЦСКА тоже Да, тоже Но это очень даже недостаточно Ну, даже если сравнивать тогда и сейчас Там нужно человек 16-18 таких игроков, как минимум, чтобы сборная чего-то могла достигнуть Но даже по сравнению с темой, у нас сейчас сборная куда хуже, куда за 10 лет буквально Куда это все попало? Да, ну, трудно сказать Во-первых, поменялось поколение И я думаю, тут нельзя винить только тренера Славе Шостоянове, я с ним согласен в одном пункте В том, что он сказал, извините, но Андорре и кому-то там еще бы без меня уже проигрывали Так что это не так, что пришел вот этот новый тренер и мы начали всем проигрывать Глупость, это все тянется гораздо дольше Ну, в том-то и дело, что молодые ребята хорошие У-17, у-19 сборная, она доходит чуть ли не до финального раунда чемпионатов Европы Это значит, и в этом году в высшей лиге появилось как минимум 5-6 очень молодых ребят Которым 18-19 лет, которые играют в основном в составе То есть надежда есть Да, но опять же, это не первый такой сезон Вот в этом переходном этапе из взрослого футбола в большой футбол Ну, многие пропадают Кому-то, может, не хватает усердия, старания, терпения Потому что, ну, это во всех странах так, что многие ребята талантливые пропадают Но в том-то и дело, что их там намного больше и количественно, и качественно больше Ну, я думаю, что в клубах, в клубах-то те, кто играют за сборную, они здорово играют Да, они в Еврокубках там выходят, ну, их трое-четверо Ну, редко когда больше И вот посмотрим, чем закончится Вернее, как это проявится, когда со следующего сезона Не нужно будет больше трех местных игроков в составе Ну, тут мнения разделяются Я на стороне тех, кто за И с некоторыми футболистами я разговаривал За снятие? Нет, за то, что вот это За это изменение, да Ну, чтобы не пять иностранцев, а восемь Потому что те три игрока, которые там будут играть И еще как минимум три-четыре должны быть на скамейке готовы играть Они действительно будут игроки состава и хорошего уровня игроки А не игроки, которые, как смеется, работают латышами Потому что, ну, к сожалению, это нужно признать Все-таки некоторые игроки Ну, а куда вы денетесь? Вам нужно как минимум шесть на поле местных игроков Ну, это та проблема, которая сталкиваются все, у кого есть лимит, наверное Наверное, больше-меньше сталкиваются все И я думаю, что Вот посчитайте У нас в высшей лиге 10 клубов Если в каждом клубе будут играть хотя бы два игрока Действительно уровня сборной Это уже 20 Плюс легионеры Но тут еще вопрос на каких позициях Потому что, скажем, в той же России Если мы сравним, там тоже лимит И у них очень много крутых вратарей Действительно европейского уровня И совсем, ну, да, ладно, чемпионат мира прошел Уже там все-таки были изменения Но в целом не хватает игроков там креативных, скажем И в Латвии можно тоже в это попасть Потому что нам же не хватает в основном креатива Насколько я понимаю Ну, я, да, согласен У нас не хватает как раз вот таких мыслящих Интересных игроков В центральной зоне Центральный полузащитник и так далее Которые организовали бы игру Игрок, который был бы с такой Какие-то свои зоны Ну, конечно, тут у нас их много никогда не будет Но вот было одно-полтора таких поколения За счет чего мы и пробились В финальную часть чемпионата Европы Но сейчас это затянулось все Ну, и я думаю, у некоторых футболистов отношение все-таки Понимаете, у нас некоторые игроки, которые играют здесь Игроки сборной причем Ну, у них, по-моему, нет никакого стремления к чему-то Чего-то достичь Кроме того, что получить хороший контракт Это тоже, конечно, нужно постараться, чтобы сделать Но добиться чего-то в футболе Это так И поэтому зачем ему ехать играть в лигу Скажем, в Швейцарию Не будем говорить о топ-5 Хотя вот в такие лиги, где на голову сильнее, скажем Или в ту же Польшу Там пробиваться в высшую лигу Там им столько платить не будут Ну, и чтобы туда попасть, нужно быть сильнее все-таки Сильнее А тут ты играешь, потому что ты игрок сборной Ты, фамилия у тебя какая-никакая есть И все-таки ты Тут из местных, может, и лучший на своей позиции И ты местный, во-первых Это нужно заполнить эти шесть мест И А к чему стремиться? Мне и так хорошо Вот, мне кажется, это тоже одна из причин Это, конечно, не сто процентов Потому что большинство игроков сборной Они выкладываются, играют за клубы И уже какой-то проблеск был И еще одна причина, мне кажется, что Ну, нельзя назначать тренера сборной на полгода Как это было с Паттелайн Он, мне кажется, только к концу срока Стал понимать и разбираться Что тут вообще происходит и как И вдруг его убирают и ставят славишу Но что сейчас будет Сыграли никак Опять его уберут, кого-то нового поставят Ну, так вы дайте человеку сначала понять Хотя тренер, вот, тоже славиша Ну, я много слышал от тренеров клубов И со стороны игроков Он-то, по большому счету, слишком глубоко не вникал Поэтому он иногда и ставил состав Которому удивлялись все, кроме его самого Он ставил в основной состав стартового игрока Который уже два месяца не попадает даже В заявку своего клуба И в то же время не ставил игрока Который регулярно играет в Швейцарии Много, мало, но играет регулярно В каждой игре И когда они его спрашивали Он не знал, что ответит Ну, как? Один из лучших игроков Он что, не знал, что он два месяца не играет? Ну, это мы слишком уже Переводим в футбольную передачу Я хотел бы тоже сказать, что у нас есть еще Наверняка виды спорта, которые интересуют 672-12-93-9, 672-13-93-9 Звоните, если у вас есть какой-то вид спорта Которого хотели бы вы обсудить и больше Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 У нас в гостях спортивный журналист И комментатор Анатолий Крейпанс Есть у нас, конечно, да, второй Или даже, может быть, первый по популярности Вид спорта в Латвии Тут тоже споры идут Хоккей, где ситуация, можно сказать, обратная Сборная выступает достаточно неплохо И, скажем, в этом году на чемпионате мира Одной победы не хватило, чтобы пройти в плей-офф И вот там, даже ту же Швецию мы чуть-чуть не дожали И так далее, ну, можно вспоминать Не, ну, мы играем достойно со всеми Играем достойно А вот в КХЛ, если Динамо Рига Если предыдущий сезон закончился еще, опять-таки Тоже в одном шаге до плей-офф То сейчас вот в КХЛ мы делим последнее место Только по дополнительным параметрам Мы обгоняем Динамо Минск Но зато у Динамо Минска игра в запасе То есть тут как-то наоборот происходит Я на это последнее место не смотрю Для меня это абсолютно все равно Они последние или предпоследние Главное, что восьмерка далеко Это самое главное Ну, трудно сказать Ведь предсезонные турниры И первые игры чемпионата Очень обнадеживающе начались Начало было хорошее Да, и регулярный турнир Хорошо начали Ну, потом где-то поплыли Трудно сказать Ну, я думаю, что не хватает Еще трех-четырех игроков От уровня первых двух Извенев Вот смотрите Вот сейчас приехали двое игроков Из высшей лиги российской Да, они моментально стали Среди лидеров команды Ну, значит, где-то вот этого уровня Местных игроков немножко не хватает Чтобы Ну, легионеры, конечно Нет такого Как Видаль в прошлом году у нас Как Майоны Хотя те, что есть Они по своему большинству неплохо С вратарями ошиблись В начале сезона Вот это, мне кажется Ну, ошибка Непонятная для меня При всем уважении Кристоса Гудлевскиса Все-таки он не настолько уверенно Провел прошлый сезон Чтобы его оставить Основным Без какого-то резерва Потому что, ну При всем уважении К деду Третьяка Его внук все-таки Ну, не вратарь уровня КХЛ Пока что Он молодой парень Он, может быть, и будет Одним из лучших Кто знает Но Нельзя начинать сезон С вратарем Который В прошлом году не был Первым номером В прошлом сезоне И без Понятия А если вдруг что случится Что тогда мы будем делать Ну, вот тут мне Не понятно А сборная Латвии При этом все Потому что, ну Понятно, что Динамо Рига Является основным клубом Для сборной Латвии Это как бы Да, тут еще нужно Ну, еще, конечно Есть НХЛовские люди Еще есть КХЛ и другие Клубы КХЛ, скажем так Там же всего 5 игроков Ну, хорошо Зато каких 5? Ну, да Но я просто сейчас смотрю На состав сборной Латвии Вижу, что где-то половина игроков Это Динамо Рига Ну, да, да Ну, это вот И при этом Сборная Вот так Ну, достойно Достойно выступает Нет, ну, конечно И молодежь Это тренерская Вот, что Хартли Так поднял Средний уровень Или Ну, Хатли Средний уровень Или просто мотивация другая Или что? Хатли Средний уровень Поднять не может Он ежедневно Здесь не работает Это хотя бы Ну, Флани Но есть же такой эффект Что Немножко по-другому Смотивировал Чуть-чуть Там Чуть-чуть-чуть И в сумме Получается рост Посмотрите на Авангард Сравните До Хатли Тоже очень хорошая команда Но с Хатли Опять же На ступеньку Навыше Ну, вот в этом же есть ценность Ну, да Это тренерское мастерство Конечно Это умение мотивировать Умение В принципе Он велосипеда Не придумывал И даже не пытался Придумать новый велосипед Вот насколько Из разговоров с хоккеистами И с его помощниками Нашими тренерами Хатли Очень много внимания Уделяет Как бы Азбуки Деталям О которых К сожалению Многие забывают Там Держать клюшку правильно На льду В определенных ситуациях Это кажется Чему он учит? Это же В детстве учили Учить-то учили Только потому что Ну, почему-то все забыли Об этом В игровых ситуациях Да, ну, там много Разных Таких Деталей На которые он обычно Обращает внимание И, конечно, он умеет Мотивировать команду Он Это фамилия Это Хатли И он умеет поговорить С игроками Он умеет Не только О хоккее Но он Тренер Российском Коммуникабельный Что Ведь Ладно, следующий год В этом году Стало известно Мы что-то Итоги года Подводим В 2021 году Латвия и Беларусь Вместе примут Чемпионат мира И, соответственно, мы будем Играть на домашней арене В 2021 году Если такой Сохранится процесс Можно смотреть позитивно На то, что будет дальше Ну да Хорошая молодежь На подходе Тот же Та же У-20 сборная Еще младшие игроки Они С каждым годом Лидеры будут Все лучше Это понятно Кто-то из ветеранов К тому времени Возможно Закончит Хотя Я думаю Что для Большинства Это Будет Чемпионат дома Еще один сыграть Большой стимул С другой стороны Возможно Если мы попадем На Олимпиаду В 2022 год В Пекин То они наверняка Большинство останутся Потому что Тот же Мартинч Карсумс И Каспаш Даугавинч И Лаурис Они не скрывали Что для них Это Большой стимул Сыграть на Олимпиаде Мне кажется Карсумс Вообще никогда не играл У него Травмы были Да еще что-то Да И поэтому Это для них И Карсумс Даже говорил Что это было бы Красивое завершение Карьеры Профессиональной Все-таки Он игрок уже Очень опытный У него уже Эта карьера Объективно Подходит к концу А не будут ли они Наоборот Сейчас последний вопрос Потом прервемся на рекламу Но не будет ли такого Что они в таком Ну уже достаточно Зрелом для спортсмена Возрасте Будут скорее Даже несколько Тормозить Тормозить Да Команду И быть Начнем с того Начнем с того Что при Хатли Они не попадут в состав Если они не будут проходить То есть у него Нет такой склонности к минам Нет Хатли не делит игроков На Дарзинч Или Я не знаю Силенч Берзинч Не важно Тот кто лучше Тот играет Хотя Кое-кого из опытных Он может Потому что В каких-то критических Ситуациях В сложных ситуациях Как раз за счет опыта Он Опытный игрок Ему не нужно играть 20 минут Он может сыграть 10-12 Но зато с большой пользой Сейчас мы прервемся На небольшую рекламу После чего вернемся И продолжим обсуждать 2019 год В спорте Латвии Не переключайтесь Добрый день Уважаемые слушатели Разворот на радио Болтком Артем Липин У микрофона Евгений Копеин За звукорежиссерским пультом И в гостях Спортивный журналист Комментатор Анатолий Крейпенс Мы обсуждаем 2019 год В спорте Латвии И немножко заглядываем В будущее Что будет в 2020 году И если у вас есть Какие-то вопросы Или комментарии По поводу Каких-то спортивных впечатлений В этом году То конечно звоните 672-12-93-9 672-13-93-9 Это номер Телефон на прямого эфира И мотсап 2-3-0-6-1-9-1 И считается Три и троица Таких больших видов спорта Это футбол, хоккей и баскетбол И в баскетболе В Латвии вообще все отлично Особенно в Ну особенно конечно в 3 на 3 Серебро на чемпионате мира В этом году Хорошие шансы на выход На Олимпиаду Где в первый раз будет Проходить Именно в 3 на 3 баскетбол Будет впервые включен В олимпийский И так далее Мы в мировом рейтинге Первое и второе место Два наших игрока Да То есть у нас Вообще все прекрасно Ну не совсем Не совсем У нас молодежные сборные Очень плохо выступили На своих чемпионатах По всем возрастам Вы имеете ввиду 3 на 3 Или уже Нет Большой баскетбол Большой баскетбол Да Ну это может быть просто Где-то совпадение Где-то не совпадение Где-то не лучший состав был Ну это Такой Звоночек Насколько он тревожный Это в будущем Покажет время Хотя Взрослые наши Большие сборные И там по большому счету В основном То игроки еще Или Такие уже Зрелые Или еще достаточно молодые И уже в то же время Зрелые Да И если у нас все-таки Играют Стабильно В составе Два игрока В НБА Третий Ну Играет Не играет Четвертый на подходе И В Евролиге У нас Сколько Пять или семь игроков Даже играют И ну Кто-то меньше Кто-то больше Но Конечно Тут был бы грех Жаловаться Что Плохо Ну Да Может ТТТ Новый сезон Не совсем хорошо Начал Но там опять же Много разных Субъективных причин Потому что Поменялся сильно Сустав И Не хватило Предсезонных Игр Таких серьезных Чтобы эта команда Ну и немножко Ошиблись они там С легионерами Но У нас есть звонок Но это уже детали Извините что я прервал У нас есть звонок Давайте мы его примем Здравствуйте 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 Уважаемый комментатор У меня вопрос такой какой-то Я слышу по телевидению Вашу рекламу Трана и Генза Расскажите пожалуйста Что это такое Вы рекламируете Спасибо Ой это очень давно было Это для Суставов Для 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 Связок Это реклама Которую я записал Не знаю Может года Три-четыре Я сам удивляюсь Что она до сих пор Ну значит Наверное Есть Как это Спрос На это Очень интересный Я сам не пользовался И надеюсь что в ближайшее время Мне не понадобится Пользоваться этим 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 Веществом В сторону Немножко ушли От вопроса Но Возвращаясь к баскетболу Женская сборная наша Там как-то Вроде как неплохо Но почему-то Хотелось больше Ну у нас не хватает Там одного Очень сильного Игрока Насколько Китя Лаксов Помогла бы Помогла бы Конечно Но Анетта Штейнберга Там для меня Ситуация Непонятная Игрок Которая Ну ладно Она не суперзвезда Там на мировом Или европейском уровне Но игрок Очень сильный Что она доказала Недавно И в Риге За свой Омон Рейер Клуб итальянский Сыграв Ну она Отказалась Играть Почему Так толком И не объяснив Ну я не понимаю Такие отговорки Что ну я тут Хочу спокойно Этот сезон провести А потом Вот вы там пробьетесь Тогда Ну я слышал В куларах Что там Советчики есть У нее Что Не играй Не надо Вот я буду тренер Тогда Опять в сборной Будешь играть Ну не знаю Я таким слухам Тоже не особенно Это верю Просто Для меня непонятно Ведь Ты можешь не любить Тренера Тебе может не нравиться Руководство Баскетбола Но ты же не играешь Для них Ты играешь Для команды И ты таким образом Подводишь Тех девчонок С которым ты вместе Играла На протяжении Многих лет И ну не знаю Вот если Удастся После довольно Неудачного начала Пробиться Все таки Финальную часть Ну я бы на месте Тренера Не приглашал ее А зачем Даже ради результата А зачем Ну если ты не хочешь Ну не играй А зачем ты нам Сейчас нужна Тогда Когда Но вы же сами сказали Что не хватает Одного сильного игрока Когда нам Тебе очень нужно было Ты не захотела Там По большому счету Объективных причин нет Да Можно сказать Что век профессионального Спортсмена Он не долг Она игрок Не Молодой уже Ей все таки нужно Как-то распределять Свои силы Ну так Так и скажи Что Я просто На два фронта Мне тяжело играть И поэтому Основное мое место Работы Это клуб Это понятно Зачем там Вот Сказки рассказывают Что там Это не так То не так Я подожду Посмотрю Как вы тут У вас тут Новый тренер Непонятно Что тут будет Ну только Это что значит Если у вас будет Все в порядке То я приду А если нет Ну так хорошо Что я не пришла Ну для меня Это отношение Непонятно Ну если мы говорим Про мужской баскетбол У нас конечно Мы не можем не упомянуть В итоге 2019 года Имя Кристопа Порзингиса Который Подписал Самый дорогой В истории Латвии Контракт НБА Который выступает Весьма неплохо Сейчас за свой клуб Прямо скажу Да Но при этом год Начался для него Не самым удачным образом И была и драка В лепой Были и обвинения В изнасиловании Как-то все Ну это Насчет драки Ладно Там какой-то конфликт был А насчет вот этого Что там Сейчас и Куроц Там будет судиться Это просто Ну американцам Знаете как Не дай покушать Дай посудиться С кем-нибудь Это уже Андрис Бедрин В свое время Рассказывал У них баскетболистов Они когда готовятся К сезону Молодые особенно Кто приехал У них есть специальные Занятия Там чуть ли не целая Неделя Ну можно это назвать Как себя вести И где Вот например Ты заезжаешь в гостиницу Клуб приезжает Там барные Стойки Ты даже не смотри В ту сторону А то сфотографируют И потом Нет Ты на кого-то Посмотришь Потом эта девушка Завтра придет И заявит Что он на меня Угрожающе посмотрел Он там чуть ли не Там Хотел там Не знаю чего И потом Иди докажи Что такого не было Ну это Там специальный контингент Который на этом Зарабатывает Женский контингент Я боюсь Что мы сейчас Удем в такие Это вы тоже Отчеток О тем Которым Мы можем Так что я думаю Насчет пользы Нужно говорить Только насчет Баскетбола И никаких других Он справился Со всеми вот этими Стрессами И он перешел В новый клуб Что было не Ну он тоже пропустил У него Травмы Это все-таки Крестообразные И травмы И переход в новый клуб Который ему до сих пор Ну Не простили Узовно говоря Болельщики Никс И не простят Никогда Вот Но Кстати Как вам кажется Вообще этот переход Его Он Как бы Сказать Правильно ли Это решение Многие говорят Что он выбрал Деньги Но при этом Потому что По уровню Кубы Сравнимые Ну Посмотрите Где Даллас А где Нью-Йорк В турнирной таблице Ну Сейчас Даллас Ну конечно Даллас выше Ну так Он и был выше И последние все Годы Он был гораздо выше Я думаю Что тут не только Деньги А если даже И деньги А что тут плохого Если вам предлагают По вашей профессии Работать На более высоком уровне И за Намного Большую зарплату Я бы не отказался Ну да Тут осуждать Не за что Во-первых Во-вторых Он играет Стабильно Много Хорошо Один из лидеров Команды Вообще Дончич вылетел У них на пару недель Посмотрим Как они без него справятся И Я думаю Что там Сколько почитать У него было Несколько вариантов Потому что в Нью-Йорке Он не хотел А в Нью-Йорке Многие Ну Которые немножко Соображают Там Которые не только На эмоциях Живут Приветствуют Это его решение Что нужно было Уходить отсюда Раньше Нью-Йорк Это вообще Специфический город Смотрите Рейнджер Смотрите Тот же Никс Ну Они уже стоят Ничего не выигрывали Так Образно говоря Да И там вообще Очень своеобразный Такой город В спортивном плане Я имею в виду Баскетбол И 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 Баскетбол 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 Вашингтония Адавеса И И Ларбан Докажи Года Там Наверное Что-то Сработало Какая-то Химия Может быть Она Наконец Она Наш На человека Который Умеет С ней Поговорить Так Как Нужно Во время Игры Ну вот Да Потому Что В апреле Остапенко Поменяла Тренера Ее Тренером Стала Ее Мама А Сейчас Снова Смена И Может быть Ну вот На последних Турнирах Это Пока Что Я Вот Недавно Встречал Ее Но Не довелось Переговорить Просто Так На мгновение И Было бы Интересно Узнать Не Это Ли Главная Причина Одна из Главных Причина Потому Что Играть Она Умеет Но Так Не Бывает Что Ты Выигрываешь Френч Опен И Вдруг Абсолютно Разучился Играть И Наоборот Тоже Не Бывает Сегодня Я Не Умею А Завтра Вдруг Выигрываю Френч Опен Скажем Да Или Булдон Так Тоже Не Бывает Ну Тут Это Наверное Вся Вина Не Вина А Вся Причина В Высот Ну Десятка Не Десятка Но Я Думаю Что На Следующий Год Должна Повести Гораздо Сильнее Чем Предыдущие Все таки Это Концовка Сезона С одной Стороны Может быть Было Немножко Жалко Что Сейчас Сезон Заканчивается Когда Она Поймала Свою Игру Опять А может Быть Как раз Хорошо Главное Ей Остаться Вот На этих Хороших Эмоциях Чуть Успокоиться Успокоиться Да И На этих Эмоциях Продолжить Потому что Скоро Начнутся Подготовительные Турниры К Австралийскому Турниру Первый Грандслам Уже В январе Так что Посмотрим Что будет Там пауза В теннисе Очень маленькая И у нас Кубок Федерации Все таки И опять Они обе будут Играть И у нас Никто не будет А сборная США Соперник Они там Могут Три состава Выставить Равносильных Примерно 2019 год Для латвийского Тенниса Запомнился Тем Что у нас Впервые Прошел Турнир Уровня WTA Конечно Нельзя сказать Что на него Приехало Большое количество Звезд Кто-то отказался Еще в последний момент Но в целом Я думаю Следующий раз Приедут больше Ну наверное Будет Расширяться Тем более Сейчас это Закрыто Хал построили Хороший Так что Я думаю Что это Влепа И прекрасная база Так что Я думаю Что в теннисе Мы можем ждать Ну в скором Не в скором Будущем В женском По крайней мере Потому что Голубис Как-то пропал Да И если Девчонок Там есть Молодые Там и Висманы И за ней Там еще идут Две Три Четыре Которым Там по Пятнадцать По четырнадцать По тринадцать Лет То вот У парней Как-то так Особо не слышно К сожалению Ну и Такая тема Конечно Не латвийская К счастью Хотя у нас тоже есть Инна Тарадевича Но Мировая Но вот допинг И решение ВАДа Которая сейчас Конечно еще Оспаривается Но пока все идет К тому Что Россия Лишится права Выступать В ближайшие четыре года На Олимпиаде На чемпионатах мира И так далее Тут нужно уточнить Российские спортсмены Будут выступать И на олимпийских играх И те кто не замешан Там есть пять условий Что не замешан Не упоминался Все допинг-тесты сдал Не привлекался И так далее И не состоял Они все будут выступать И там не будут никого исключать Только потому что у тебя российский паспорт Это было бы глупо И до такой глупости Не дойдут В принципе На эту тему можно было бы Я посоветовал бы Вот зайти в сайт Спортс.ру И прочитать 20 вопросов про допинг И базу данных На которые Россия Не ответит Возможно никогда Потому что почему-то Все думают Что а вот опять Все против нас Сейчас там нас выгоняют Ну Почитайте высказывание Российского министра спорта Непонятно что он там делает И недавно получил награду очередную Ну говорят Втихаря ему вручили Втихаря без официального приказа Чтобы никто не знал Так вот Россия не собирается Оспаривать Манипуляции с электронной базой данных И никто даже не вспоминает Что именно за это Их Уже никого не ловили И нету никого Нет За манипуляции Умышленные И вот интересно Они что не знали об этом И тут вообще Интереснейшие вещи Я почитал Я вообще удивлялся Что например там Человек Который занимался Этими данными Ну Администратор этой системы Московской лаборатории Евгений Матчанов Он Чистил память Этого Жесткого диска Да А зачем Если там было 93% Свободного места И теперь его нету Ему не дают Не высказываться Не объяснить Ходят слухи Что там В базе были Какие-то нынешние Нынешние Политики Высокопоставленные Которым бы не хотелось Огласки Но Что-то там было У меня вот какой вопрос Я пока не могу получить ответа Потому что то что в России Система допинга была Это Ну можно считать Уже доказанный факт Но вот этими манипуляциями Они Косвенно Признали Что было И манипуляции То что они были совершены Тоже в принципе понятно И наказывать не за допинг За манипуляции Вопрос другой Который тоже часто звучит В комментариях Если отбросить Конечно все вот эти Что на бедную Россию Нападают Западные враги Вот это все отбросить Но ведь Действительно много Есть примеров допинга И в других странах Россия Получила такое Массовое наказание Все таки Потому что ни одна страна Не занималась Подобными манипуляциями Никогда Насчет сочинской олимпиады Вспомните Систему Родченкова Ну а все эти Которого тоже наградили Как подменяли Допинг В тумбочку Клали Да С другой стороны Забирали Ни одна страна До такого Не доходила И не опускалась Просто когда Обычно Вот если Я уже просто Предсказываю Комментарии Которые могут Потом появиться К эфиру Или к статьям Если зайти И так далее Там основной Ну вот А норвежские Астматики Условно Во-первых Что вы понимаете Под словом Астма Это когда бабушка Дует туда Вот это А вы знаете Что астма Имеет несколько Конечно Я знаю Мне интересно Как вы Отвечете на этот вопрос Лыжник 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 Тренируется По 600-700 часов На холодном воздухе У него Дыхательные пути Воспаляются Вот чтобы они Не воспалялись Это не астма Используется Специальный препарат То что этим Возможно Что-то прикрывается Я спорить не буду Потому что Не знаю Возможно Не без этого Но Не нужно Думать что Во-первых Там астматики На всю команду Ну Два-три человека Они все И тот же Бернда Никогда таким не был Это опять же Последние глупости Вот кто-то один сказал И все повторяют Что там астматики И все Значит все астматики Ведь У тебя когда Эти пути воспаляются Ну я Наших лыжников Достаточно хорошо знаю Да Не всех там Но лучше Нашу лыжницу Ты это чувствуешь И ты специальный Вот тоже Что для астмы Только по-другому Употребляешь Чтобы Ну легче дышать было Ну В рот себе Ну если даже Не нужно лыжником быть Если вы на В морозе При больших При минусной температуре Долго будете работать Просто физически У вас тоже воспалятся Дыхательные пути Это неизбежно Это во-первых Во-вторых Где была лучшая Норвежская лыжница Во время Олимпийских игр В Панчане У себя дома Потому что Она была дисквалифицирована За допинг Где была Ковальчик Несколько лет назад Лучшая польская лыжница Тоже дисквалификация Где некоторые лучшие Африканские бегуны Там на средней Длинной дистанции Тоже дисквалифицированы Ну Прежде чем говорить Что только На Россию Нападают А остальных Нет Можно найти Кто за этот год Дисквалифицирован За допинг По видам спорта По странам И посмотреть А потом уже Объявлять Что только Она нас Только мы Так может не нужно Заниматься Вот подобными Манипуляциями Ведь ВАДА Зачем это все Попросила Эти данные Чтобы России Дать возможность Доказать Что нет у вас Госсистемы В допинге Давайте Дайте нам данные И мы Вместе Накажем Тех кто виновен И оправдаем Тех кто не виновен Вместо того Последовали Очередные Манипуляции А потом Мы ни при чем Нам просто заканчиваем Хотел бы Небольшой вывод Уже в конце Сделать Уже вернувшись К Латвии Латвия в 2020 Году в спорте Какие самые основные Мероприятия Которые нужно смотреть Любителям спорта Кроме Очевидной Олимпиады Ну Токио Олимпийские игры Это наверное Будет самое большое Мероприятие Футбольный чемпионат Европы Настолько разбросанный Что я его Уже не воспринимаю Как финальный турнир Но это к счастью Первый и последний раз Такой Больше такого не будет Это УФА уже Поняли Но зато нам близко Будет съездить В Питеру Сонгаре Тоже верно Ну и Конечно Большие Большие Что такое Большое У нас Ну тут же Дома и Мотокросс Мир Опять же Будет Отборочные Будет в Индии Это турнир Плюс 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 Ну зимой Как всегда Все Кубки мира Чемпионаты Хоккей Естественно Швейцарии Чемпионат мира Где мы надеемся Что мы Наконец-то Соберем Оптимальнейший Состав Ну Репетиция Перед домашним Чемпионатом Если кто не попадет Из НХЛ Будут заняты На Кубке Стэнли Удачи им Главное Чтобы никто Не выпал из состава Из-за травм Да Главное Чтобы не было травм На этой Такой позитивной ноте И пожелания Мы закончим наш эфир У нас в гостях Был спортивный журналист И комментатор Анатолий Крейпенс